Всем привет! Вас приветствует Серж Маркетинг Гараж, а мы продолжаем. И сегодня у нас продолжение рубрики проекта под названием как построить быструю 2108 с 0. И сегодня у нас вторая часть которая у нас называется доработка передней подвески. Для быстрой машины должна и быть соответственно под мощный двигатель, соответственно должна быть и соответствующая подвеска, быстрая и надежная, крепкая, так сказать, и хорошие тормоза. Давайте по порядку. Многие меня спрашивают какие пружины резать, на сколько, какие ставить, на сколько я режу, то есть это все индивидуально. Давайте сейчас по порядку, вот я сейчас буду показывать, периодически рассказывать. Так, пружина, то есть это передние пружины. Скажу так, я никогда не ездил на родных пружинах, потому что я не люблю вот эти задранные джипы. Это небезопасно, машина с под ними плохо управляется, на родных пружинах идёт сильная разгрузка, то есть вы наезжаете на яму идёт разгрузка, идёт работа на разрыв амортизатора. То есть, если, может вы замечали, когда заезжаете в глубокую яму резко, идёт такой звук, то есть стук, то есть на разрыв. То есть это работает на разрывом амортизатор. То есть на долговечность и работоспособность амортизатор это никак хорошо не влияет. Плюс если пружина полноценная, родной высоты, машина с ней жесткая. То есть так как общая длина пружины большая, то есть жесткость пружины тоже больше. Многие спрашивают меня, насколько резать пружины. Нет конкретного ответа. Мне спрашивают, насколько я режу. Это все индивидуально, потому что зависит от многих факторов. Во-первых, у каждой пружины разная жесткость. Есть пружины пожестче, есть пружины помягче. Дальше. Зависит также от опоры стойки. Есть опоры стойки по одному стоят выше, ниже. То есть это тоже зависит, будет влиять на посадку. Вот допустим, сейчас я дальше расскажу про опоры стойки. Здесь у меня опоры стойки СС-20, эти красные, это самые спортивные. То есть посадка самой поверхности под пружину, то есть относительно близко к стакану. Вот допустим, на девятке у меня стоят там Асоми Спорт опоры стойки. Там уже посадка ниже. Получается, за счет этого машина будет стоять выше. Я имею в виду, что чем ближе опора стойки к поверхности стакана, тем соответственно будет посадка машины другая. Это по поводу передней. Сейчас мы будем рассматривать чисто переднюю подвеску. Я могу только сказать одно, что у меня здесь осталось шесть витков. То есть я не буду говорить, насколько отрезанный я, даже если честно, я не знаю, сколько в родных пружинах витков. Здесь у меня шесть витков на передку. Также еще у каждого индивидуально. Почему нужно резать индивидуально? Потому что для кого-то определенная высота, кому-то это высоко, кому-то это сильно низко. То есть это индивидуально. Плюс загруженность машины. То есть насколько машина запаковано. Так же само зависит на посадку. Допустим, с этими пружинами, то есть я знаю уже какая у меня посадка. То есть они у меня уже давно стоят. Шесть витков у меня остается. Почему нет? Многие спрашивают меня, может купить с занижением пружины. У меня на девятках когда-то стояли фобус минус 50. Во-первых, они не дают занижение минус 50. Это все ошибка. Они просто сама пружина ниже, меньше длиной на 50 мм. Занижение они не дают 50 мм. Если там думают некоторые, что минус 50 это значит 5 см, минус 70 это 70. Это не так. То есть допустим фобус и минус 50 не дали там занижение где-то сантиметр-полтора в лучшем случае. Почему не рекомендую покупать лингованные пружины? Фобусы проехали вообще там понты и пружина одна лопнула. То есть родные резанные пружины ходят десятилетиями и с ними ничего не случится. Дальше поехали по опоре стойки. Вот такая у нас опора стойки. Они с завода идут красные. Я покрасил черный матч. Более нормально выглядела. СС-20 спорт красный. Это получается самые дорогие, самые жесткие, самые спортивные опоры стойки. То есть я не учитываю ШС. Дело в том, что здесь нет подшипника вообще. То есть внутри как в обычной стойке заводской. Здесь верхняя опора стойки. Верхняя часть стойки штока крепится здесь на подшипник. И со временем этот подшипник разбивается. То есть и начинает стойка стучать в опоре. Здесь его вообще нет. То есть идет жесткое крепление. Жесткое крепление. Сразу здесь металлический корпус внутри. То есть оно нечему разбиваться. движение стойки. Вот. Здесь как бы, если вы видите, вот ходит сам корпус. Там такой как бы внутри. Это даже сложно назвать подшипником. Такой механизм, который вращается. Я же говорю. И за счет этого также хорошая управляемость. Получается, во-первых, ничего не разбивается. Во-вторых, верхняя часть стойки жестко закреплена. И оно не дает никуда ходить. Поехали дальше. Здесь у нас опора стойки. Ой, сама стойка. Грубо говоря, амортизатор. Это у нас перепрокаченные амортизаторы. Это берутся за основу обычные масляные амортизаторы старого образца. Разборные. Они разбираются полностью, перезапаковываются. И в итоге, получается, они стоят очень жесткие. То есть, грубо говоря, смотрите, вот я практически рукой еле-еле вот выдвигаю. То есть. для чего это нужно? Получается, когда машина стартует, морда поднимается, то есть от инерции и разгружается. Соответственно, трение с дорогой теряется. Из-за этого машина срывается в букс. И мы буксуем, то есть теряем на старте. Что дает эта стойка? Она жесткая. При старте морда не отрывается. То есть она практически остается на месте. Из-за этого мы получаем хороший старт. Также при поворотах. То есть при вхождении в поворот так же само. Стойка работает жестко. Грубо говоря, вот может как-то уже, как соберусь, сниму видео, вы видите, что на неровностях машина, грубо говоря, едет как картинг. Потому что подвеска достаточно жесткая. Не каждый, в принципе, сможет ездить на ней каждый день. Но я привык. Она достаточно жесткая. Для тех, кто хочет ездить каждый день, в принципе, достаточно, как у меня на девятке сделано. Подрезать пружины и оставить родные стойки. Оно будет довольно-таки относительно мягко и низко сидеть. Кстати, еще для чего режутся пружины, вообще для чего машина занижается. Чем ниже центр тяжести, тем так же само при старте машина лучше стартует, не откидывает ее. И получается в поворотах. Так же само машина меньше кренится. Так же здесь новый пыльничек такой и отбойник обрезанный. То есть отбойник укороченный. Для чего я отбойник укорачиваю? Для того, чтобы, так как пружина занижена, чтобы машина не садилась на отбойник и не работала по отбойнику. То есть, чтобы стойка полноценно работала. Так, поехали дальше. Здесь у нас установлен стабилизатор ВАЗ-21010. Он толще, чем родной E2108. Что это дает? Получается, чем толще роль стабилизатора. Когда машина, вы заходите в поворот, когда это колесо загружается, это колесо хочет разгрузиться и стабилизатор не дает ему возможность разгружаться. То есть и соответственно колесо частично подвешено и этим получается корпус машины, кузов прижимает колесо к дороге. И получается чем у нас жестче и толще стабилизатор, он соответственно жестче. Этот эффект еще лучше. Допустим, здесь ВАЗ-2101010, потому, что его устанавливали лет десять назад. Тогда еще Priory начинает выпускать, а приоровских стабилизаторов был в ходу здесь не. Кúmxовiva Twin M Wallace 211010101010101010шей. Уже на 02801101010101010 и оно еще на Допустим, вот у меня в девятке пружины резанные, стандартные стойки и стоит приоровский стабилизатор. Что это мне дает? Я могу хорошо в повороты машину заваливать, потому что стойки хоть и мягкие, но стабилизатор жесткий не дает машине крениться. То есть машина хорошо и уверенно себя чувствует на дороге. Так же самое здесь. Можно было бы на приоровский поменять, но эта конфигурация у меня уже проверенная. Мне, в принципе, этого в паре с зажатыми стойками хватает. Тормоза. У нас тормоза. Получается, для, так сказать, быстрой машины надо соответствующие тормоза. Здесь тормоза у нас стоят 14-ые, то есть, соответственно, они большего диаметра. Они в таком, как бы, немного ржавом налете, но это потому, что машина пока что простаивает. То есть при первом же нажатии на тормоз это все будет блестеть. Они не сплошные, то есть они внутри полые. То есть для этого они, получается, вентилируемые. Это позволяет им охлаждаться. Потому что, вот, допустим, я на 2109, у меня там обычные тормоза стоят, они перегреваются. Пару жестких стартов, то есть торможение где-то или по полевой дороге я наваливаю. Они перегреваются, начинают дыметь, и колодки улетают, изнашиваются очень быстро. Это тормоза у меня Brembo. Раньше здесь на них были, конечно, насечки, но они уже вышли. Ну, это, как бы, ничего страшного. Суппорта тоже увеличены. Тормозные колодки Ferrado. Получается, сама площадь тормозная больше, и, соответственно, больше тормозные колодки. Здесь ранее у меня стояли большие колеса 16-ые под полуслики, поэтому у меня здесь стоят такие шпильки, не болты, а шпильки. Это с головки блока. Получается, болты, которые крепят головку блока на 8-клапаннике, они здесь установлены. То есть, как бы, вот так. Эта сторона у нас уже собранная. То есть, надеюсь, будет видно. Уже собранная. Да, машина, можете увидеть, как бы, относительно высоко стоит. Такой джип, конечно. Но это, как бы, не проблема. Я знаю, какая посадка будет после загрузки машины. Все это из-за того, что машина сейчас полностью разобрана. У нас нет ни салона, ни бомбиров, ни двигателя, ни коробки. Короче, полностью пустая машина. Из-за этого она так высоко стоит. По ходовой там все поменяно. Сейчас еще нужно будет, уже при сборке я поменяю рулевые наконечники на новые. Подшипники у нас новые на ступицах. Ступицы тоже новые, шаровые новые. В принципе, как бы, по ходовой передней у нас все готово тут. Я дособираю эту часть. И можно будет... Дальше еще здесь будет установлена распорка. Для того, чтобы увеличить жесткость стаканов. Дело в том, что распорка... Я там, потом, еще, может, отдельное видео про это сниму. Ну, скажу уже. Что дает распорка? Сама по себе, может, она мало что дает. Но дело в том, что кузова... Это машина 90-го года. Соответственно, машине 28 лет. Хотя я стараюсь смотреть, как бы, за состоянием. Проваривать ее и все такое. Все равно со временем кузов разбалтывается. Как ни крутите. И нам распорка... Она просто связывает кузов, стаканы между собой. То есть, во-первых, когда вы входите в повороты, то есть машина не заламывается, допустим. Потому что стакан все равно будет играть туда-сюда. А так колесо будет жестко. То есть стаканы и колеса жестко не будут играть. И плюс, если бывают такие случаи, какой-то удар в крыло. То есть стаканы связаны. Стакан при более-менее таком не сильном ударе не уйдет. Крыло согнется. И оно не уйдет. Так что вот такая доработка передней подвески. Это мы уже все соберем. И будем двигаться дальше. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok